В каких районах подальше от центра такой район, весь уже довольно состарившийся, и дома там часто бывают старые, еще не те, которые не успели отремонтировать. Вот у меня как раз около дома такая музыкальная школа есть. Она старая до невозможности. Ее спереди так немножко облицевали, все. А когда ее сзади обходишь, там вообще просто кирпичи вот так вот лежат, и стены там чуть ли не высыпаются. И вот, собственно, я с натуры и написал песенку. Это домик развалюха, ветер кирпичи качает. Только на вострите ухо там на скрипочке играет. Ой, промазал. В доме лапы зажигаю, чтобы было видно ноуты. В час тогда идут с работы пешагов не замедляют, пешагов не замедляют. И на лицах нет улыбки, лишь усталость и зевота. Ведь пилить весь день на скрипке — это трудная работа. Но зато, когда услышат нас на окошко-ниготроги, Веселей поскачут ноги, веселей сердца задышат. Веселей сердца задышат. В доме старики профессор духовых наук и струнных труб и медных и латунных. Он — кудесник и повесом. И скрипичная принцесса под диктовку ноты пишет. И в окно без занавеса кошка к ней приходит с крыши. Кошка к ней приходит с крыши. Кошка к ней приходит с крыши. А по дому ходят дети, унося свои футляры. И напрасно лапа светит и грустит профессор Старик. Он часы свои заводит и приляжет на немножко. И всю ночь одна лишь кошка за принцессой ходит-ходит. Кошка знает, утром рано снова музыка вернется. И не ест свою сметану и мурлычет и смеется. Мурлычет и смеется. Мурлычет и латунных и латунных и латунных и латунных и латунных. Министра Элей.